Как делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, ну и конечно же Екатерыбка Лососёвая. Погоди-ка, погоди-ка, я если рыбка, то только сухопутка. Рыба-сухопутка, я рыба-сухопутка. И сегодня мы находимся там, где в ближайшее время рыбы планируют захватить всё человечество. Мы находимся там, где в любом магазине креветки, краба и икру можно купить за бесплатно. Мы находимся там, где весь мир в скором времени окажется под водой. Я знаю, что это. Это Херсонес. Точно Херсонес. Короче, историю рассказываю. Где-то в детстве у меня был двоюродный брат. Я тогда весила под 120 килограмм, и мы решили поплавать от Владивостока до Пуэйда Крыма. И, короче, лодка треснула подо мной, у меня три спасателя вытаскивало, короче. А я ещё неподъёмная такая была. Пришлось кран вызывать, пришлось спасателей вызывать, пришлось вот этот вертолёт МЧС вызывать. Но это точно Херсонес, там креветки продаются, я знаю. Ты сказала в начале истории, у тебя был двоюродный брат, а сейчас он где? Его съели рыбы. К сожалению. Ну вот, честно, кто живёт в Херсонесе, воду ни ногой, не смотреть даже на воду, если у вас там каждый день рыбы людей едят. Это точно в Херсонесе? Это точно был Херсонес, его древние греки придумали. Земля-пуховик твоему, двоюродному брату, которого рыбить я. Помянем. И кого ты там надеешься словить? Кого? Бога Майнкрафта. Хотя я думаю, что он нифига не бог, а сатана, поэтому он по-любому в главе живёт. Ну, кстати, да, ну вот не успели мы зайти в Майнкрафт, он нам сказал то, что скоро весь мир окажется под водой, то, что у нас сегодня сидят рыбы. И ты думаешь, что это адекватно с его стороны, то, что он сразу нам угрожает с самого начала всей серии? Вот именно что нет, поэтому я уверена, он живёт где-то подвал, и мы сейчас его словим и люлей дадим. А чё по поводу печенек ты мне говорила, то, что мы сейчас за печеньками пойдём? Ну да, ты думаешь, мы сейчас будем выполнять задание бога Майнкрафта? Нет. У меня другие на сегодня делаю печеньки. Расскажи тогда, чё мы запланировали делать-то на эту серию? Мы уже там, кстати, даже две лодки подготовили на всякий случай. Короче, у меня закончились печенья, ну почти закончились, 44 штуки осталось. Но для этого, для того, чтобы нам новые печеньки-то сделать, нужно в джунгли поехать. Там какао-бабы-то будет, и всё такое, поэтому... Вот именно, на одной лодке или на двух? Не, я с тобой. Хотя, нет. В одной лодке мы с тобой не поплывём, потому что нужно соблюдать дистанцию, поэтому давай. Да, кстати, ребят, карантин, друг другу близко держаться нельзя. Ты там давай просто за мной плыви, я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем здесь где-то джунгли найти. Хоть честно тебе скажу, я даже не видел, чтобы они здесь где-то рядом были, тут только вот это горы. Ага. О, Ярик пороплыл. Что-то я давно их даже не видела здесь. Да, я тоже их что-то давно не видел. Подожди. Так мы играем на той версии Майнкрафта, где ещё даже Яриков нет. Какой Ярик? Да ты чё, я точно видела Ярика. Там кто-то проплыл. Ну, кто ещё мог проплыть, если не Ярик? Кать. А не смотри-ка ты, пожалуйста, в воду и просто не всматривайся туда. Мы играем на той версии, где нет ещё подводного вот этого обновления, и здесь Яриков ещё нет. Но прямо сейчас под нами кто-то плавает. Давай про... А может это Сквидвард? Может это и Сквидвард? Ну, кстати, я очень сильно надеюсь, что это Сквидвард, но какой-то у него слишком огромный хвост был у этого Сквидварда. Давай просто плыви за мной в джунгли, пожалуйста. Да, печенье где-то святое, надо искать джунгли. Только самое главное, не смотри в воду, пожалуйста, хорошо? Не смотрю, не смотрю, я успокойся. Ёперный хвост мангуста. Поплыли. Кошмар какой ты говоришь. Кать, ты только посмотри направо, какая здесь офигенная ледяная гора. Я честно, я такой в Майнкрафте даже до этого момента не видел, что такое существует-то. Мне не нравится. В смысле, что тебе не нравится? Гора ледяная, огромная. Но она какая-то некрасивая. Я бы сказал, кто здесь некрасивый, но тогда без девушки оставлюсь. Это если что, шутка, здесь все красивые. Кроме тебя. Ты сейчас, мать, да умничаешься. И вот кого-кого в этой серии тебя быстрее всех рыбы съедят? Опа, там деревня. Но только это не джунгли. Ну конечно, в каждой серии Майнкрафта мы же с тобой деревню находим и какие-то странные биомы. Ну пошли, может там за деревней джунгли будут наконец-то, я не знаю. И я наконец-то испеку печеньки. Так у тебя 44 штуки. Почему ты вообще решил, что в этой серии надо пойти за печеньками, если у тебя полный инвентарь этих печенек? 44 печеньки, это на 2 часа. Ну? Ну? Надо больше печенек. Ну, может в этой деревне есть какой-то печенечный кондитер, который нам испечет вот эти все печеньки. Я Маринку видел, только что она за зданием пробежала. Собака эта сутулая. Маринка, ты кошок старый. Ну-ка выходи, давай поговорим. Ты хоть поаккуратнее, а то эта карга старая сейчас из-за любого угла в нас зелье может бросить. Так что аккуратно смотри и давай тогда посмотрим, что в этих домах есть такого интересного. Да, да. Маринка! Бери, собака! Ты чё думала? Ты чё думала? То, что мы тебя не увидим, что ли? Стой, стой, она убегает от тебя, стой. Маринка, ты чего? Она чё, испугалась нас или... Да ладно! Пойди отравленный торт нам сует! Ты чё, типа исправилась, что ли? Забери тортяку свою вот эту! Сейчас захомячим вот это, диарея начнется! Что? Регенерация полторы минуты. Маринка, ты чё, как в детстве, что ли? К тебе вернулись былые времена, я не поняла. Маринка, ты что? Мы же с тобой так дружили в детстве. Маринка. Подожди, она чё, добрая стала или это... Подожди, я попробую, вдруг это реально отравленный торт. Давай. Нет, не отравленный, нормальный. Маринка, ёпрст. То есть это твои хоромы, ты тут всё держишь, что ли? Ну, тогда вот это, былые подруги, как бы, воссоединение. Ну, всё, в принципе, но... Марин, ну, хватит, ну, 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 расставьте им сейчас. Катюшка и Маринка, ладно, давай ты на Маринку очень не отвлекайся, давай... Вот, здравствуйте, давай посмотрим, что вот эти жители у себя скрывают. Одна морковка и четыре золотых кусочка. Угу, очень интересно, но ничего не понятно. А такое ощущение, что нам опять дают какие-то ингредиенты, с помощью которых мы должны будем что-то крафтить в этой серии. Так, здесь ничего не... Ага, четыре редстоуна, четыре редстоуна. Зачем? Ээээ, вот и мне интересно, зачем здесь у вас ничего нет. Так, давай тогда вот в этот дом заберёмся. Здесь у нас, здесь сундук огромный. А в сундуке... В сундуке пять пороха и ещё пять кусочков золота. Да, слушай, это реально точно зелье, потому что тут я нашла пузырьки пустые и нарост из Нейзера. А-а-а, значит, это сразу какая-то подсказка от бога Майнкрафта. Ладно... От сатаны Майнкрафта. От сатаны Майнкрафта. Ладно, тогда бери вот эти пузырьки и топай, набирай водичку. Я сейчас постараюсь облутать все остальные вот эти дома. Маринка! Ты тут следи за происходящим! Если кого-то увидишь подозрительно, сразу кричи или носом шевели. Ага. Так, здесь я уже был, здесь я тоже уже забрал всё. А, так, здесь ещё и пирс есть какой-то. Чё, рыбацкая деревня какая-то? Слушай, да, реально, пирс очень удобный. Тут огородик и поливать не надо, так всё, водичка попускается. Ладно, ну я вроде все дома посмотрел. Здесь вроде больше ничего нет, кроме Маринки и кровь. Кать! Чё? Тут какая-то баба в колодце застряла! Слушай, ну давай Маринку бабой называть не будем, она уже женщина в возрасте. Нет, тут другая баба в колодце застряла! Девушка, вам помочь? Ты там чё, тортика объелся, что ли? Или он реально не свежий был? Я тебе клянусь жизнью Маринки, то, что здесь только что баба из колодца выглядывала. Как только я к ней подошёл, она пропала. Давай начнём с того, что я тоже могу поклясться жизнью Маринки, потому что мне на неё пофиг. Ага. Я когда возвращался вот оттуда, тут баба куковала из этого колодца. Ой, вот я когда к ней подошёл, она просто исчезла. Вытащи меня отсюда, Кать. Ну как-нибудь сам давай. Всё, вот так. Ты мне чё, не веришь, что ли? Ну если честно, то не особо. Хотя, Всякое может случиться в этой серии. Ладно, иди закладывай вот эти колбы с водичкой, нам надо тогда что-то скрафтить. Мы 100% из морковки и 9 кусочков золота мы с тобой можем скрафтить. Там вроде зелья ночного видения, да? А на пирсе ничего не было? Вот в этих бочках и... А я не смотрела, сейчас пойду гляну. А ты не заметила кое-что странное возле пирса в воде? Нет. Там какие-то руины или мне кажется? Да не обращай внимания! Подожди так, про это бог Майнкрафт огорел в начале серии то, что... В этой серии весь мир окажется под водой. Слушай, ну может это просто какие-нибудь там затонувшие корабли или что-то ещё? Кстати, тут были эти самые, как игольчатые рыбы, я забыл как их называют. Его брюх! Его брюх, вон, они самые. Ага. И это нам как раз-таки походу намёк на то, чтобы мы отправились в эти самые руины. Потому что с помощью его брюха можно сделать зелье подводного дыхания, Кать. Слушай, там, наверное, очень много сокровищ. Давай скорее сделаем и пойдём туда. Слушай, а может это Майнкрафтовская Атлантида? Думаешь? Такие же не существует. Ага, не существует. Вот добрых Маринок, я тоже думал, не существует до этой серии. Но как мы видим, существуют. Да, это какая-то фигня, я не верю. Мы во сне, Маринки добрыми не бывают. Давай закладывай пузырьки с водой и сейчас будем вот это всё пережаривать, переделывать. А здесь, здесь ничего нет. Так, а пузырёк воды куда? Вот в зельеварку или в зельеварку? В зельеварку. Хорошо. Раз, два, три. Заложила. А не зернорост куда? Туда же закладывай. Вот так? Посмотри, это очень правильно. Всё правильно. Так, дай сюда, дай. Аня, у меня есть морковка одна, я хотел у тебя бросить. Делаем золотую морковку. Вот так вот. Держи, Кать, это тебе ещё золотой кусочек. Так, а вторую морковку тебе надо? Вторую нет. Так, ты ещё вроде редстоун нашла. Сейчас туда заложишь редстоун, чтобы на 8 минут это было. А то чуть позже. Хорошо. Ага, зелье ночного зрения на 3 минуты получилось. Надо поставить ещё редстоун. Редстоун, да. Улучшай. А потом также ещё поставишь туда порох, чтобы было взрывное зелье. Хорошо? Хорошо. Ты это слышишь? Что? Кто-то как будто поёт. Ой, точно торт какой-то бродухший был. Никого не слышу. Ладно, я тогда пойду проверю. Ты тут продолжай делать зелье, хорошо? Угу, я уже порох поставила. Сейчас сделаем всё. Потом подводное дыхание ещё сделай. Надеюсь, получится. О, готово. Так это ты поёшь? Так это ты поёшь? Как красиво. А я горел то, что я тебя видел вот в этом, в колодце. Так это русалка? А вот Катя мне не верила. Прикинь, я и говорю то, что там кто-то поёт красиво. Она мне не верит. Так это реально, по легендам. Вот эти русалки, они же поют красиво. Они морякам поют, рыбакам поют красиво. Ну, пока там Катя делает вот это зелье своё. Я послушаю, как ты поёшь. Слушай, а ты в детстве в кружок пение ходила? Голос хороший, гланды тоже хорошие. Слушай, а не расскажешь, что это за подводные там руины? Мы просто с Катей в самом начале увидели. Там тоже красиво, наверное. Так же красиво, как ты и красиво поёшь. Мне нравится. Так, ну чё, я зелье сделала, короче. Я не поняла. Я только отошла, отглянулась. А ты уже с другой бабой разговариваешь. На, собака, вали отсюда. Ну-ка, подошёл сюда. Подожди, подожди. Куда? Подойди. Она пела красиво. Я просто подошёл послушать, как она поёт. Она рассказывала, как в детстве она в кружок пение ходила. И рассказывала про вот эти подземные руины. Вот эти её. Очень интересно. Но больше всего мне интересно, где твоя бронька? Зачем ты её снял? Как бы тут небезопасно. Надевай обратно. В смысле? Ах ты, рыба, сухопутка, хвостатая. Так пока она пела, она мне мозги все запела и украла все мои алматы. Она даже меч золотой украла. Золотой алмазный. Я тебя поздравляю. Вот больше не будешь к чужим бабам. Подходи с ними. Да я не подходил к чужим бабам. Я вышел из дома. Она пела. Я просто пришёл, послушал, как она в те руины уплыла. Она вот туда уплыла. Хмурила тебе, хмурила. И всё. Ах, вот так тебе и надо. Будешь знать. Будешь знать. Ты скрафтила это зелье под воду дыхания? Скрафтила. Иди сюда. Пока ты там с другими общалась. Я не общался с другими. Она просто поёт хорошо. Она вот это гланды имеет. Ну, в смысле... Чё? Забей. Она просто дичь какую-то пела. Так, ладно, я тогда надеваю вот эту броньку. Бросай вот эти два зелья и спускаемся. Первую вот эту упаюню я увидел в колодце. Значит, где-то в колодце у них и есть вот эта секретная база. Бросай зелье. Нифига ты умный. Ну, а хотя бы возьми алмазный шлем. У меня с прошлой серии осталось. А, ну да, кстати. Тебе же феечки надарили в прошлой серии. Катя... У меня есть тотемь бессмертия ещё. Вот Катя в прошлой серии с тремя феечками сдружилась. А потом ещё чуть меня не бросила, потому что хотела остаться жить с этими феями. Кстати, если вот ты вдруг не видел, вот здесь подсказочка. Тыкни сюда и посмотри, как Катя сама феей стала. Пора. Пошли, давай, бросай. Я зелье разбиваю. Давай. Одно и другое. Подводного дыхания и ночного зрения, чтобы хорошо под водой видеть. Давай. Всё, 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 погнали. Будем разбираться, кто твою броню спёрт. Всё, давай. Реально, тут какой-то проход. Слушай, Катя, в колодце был проход. Только знаешь, в чём проблема? Мы с тобой играем на той версии Майнкрафта, где даже ещё плавать нельзя. Я тебе говорю о том, что здесь Ярика в 100% не может быть. Так что в начале серии ты точно не Ярика видела. А кого? А вот как раз-таки вот эту кошёлку, которая меня охмурила. Вот она, кстати! Ты смотри! Вот она! Уплыла! Ну всё, сейчас мы разберёмся с ней быстренько и заберём своё. Русалка, значит. Ага, кусалка она, а не русалка. А хмурялка или алмазно-броне таратырялка, которую украл ты. Забиралка. Забиралка. Это Майнкрафтовская Атлантида. Я тебе горил то, что мы её рано или поза найдём. Так, меня сейчас не интересует ничего. Мы забираем броньку, забираем их драгоценности быстро и сваливаем оттуда. Так это городу русалок подводный, вот этот! Слушай, какой? Как только они начинают петь, включая какой-то рыбчанский на полную катушку, чтобы мы не слушали их пение, потому что это педа их гипнотизирует. Оно меня загипнотизировало, я даже не заметил, как она у меня алмазную броньку с ней взяла. Я думаю, что на девушек это не работает, а работает только на парней, потому что нафига я им нужна? Им ты нужен! Ну, кстати, да, не меня охмурять надумали. Так, всё, быстренько идём мутаем и ищем, где твоя бронька. Так, она, да, она спустилась вот в эти руины, значит, она где-то в этих руинах запрятала мои алмазные шмотки. Поэтому нам сейчас нужно, пока у нас ещё есть вот это зелье, нам нужно с тобой по каждому дому пройтись и посмотреть. Она возле меня только что поплакать! Слушай, ну я бы не называла их город руинами, скорее всего, это наш дом руины, а у них тут хоромы целые. Ну да, хоромы подводные. Так, давай вот ты в тот дом, я вот в этот. И не подпускай, не подпускай их близко к себе, я вижу, они как возле нас крутятся. Господи, помилуй, сколько здесь золота, Кать. Реально? Да нафиг нам золото надо. Я, конечно, золото люблю, но нам сейчас другое надо. Так, ты нашёл что-нибудь? Ну, кроме золота, пока что ничего не нашёл. Я вижу сундук какой-то, Кать! Она какая-то с красными глазами и немножко стрёмно на меня смотрит. Выйди, а? В смысле с красными глазами? Ну ты выйди, посмотри на неё, она вот прямо сейчас на меня смотрит, прям вот я сейчас боюсь пошевелиться, вон она. Кать, обратно, заходи в этот дом, заходи в этот дом! Я горел тут, а у неё шея сломалась, как будто она через вот... Зайди в дом, обратно! Я не могу, я не умею! Я не могу попасть! В двери не умеешь заходить, тебя мама не учила в детстве, Кать! Но как попасть? Я нажимаю на эту дабу, и у меня не получается! 22 годика, господи, она в двери не умеет заходить. Фу, блин, она в окно ломится. Бери, 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 я какие-то пушки там нашёл! Закрой дверь, бери этот трезубец! И что мне с ним делать прикажешь? Бить этих кошелок с красными светящимися глазами, да не меня, я не кошелка! Я проверила просто! Так, предлагаю такой план, мы сейчас просто берём и кокаем их, и всё, и, например, вот я тебе задам зелье, вот это вот, и бац, и вот, и бац, и пойдём. И бац, и ты назад, посмотри на этот, и бац, она в окне, и собака, она дом начинает весь сломать! Пошли отсюда, пошли отсюда, мы не убьём их, мы не сможем! Ты думаешь, мы их не убьём? Ты смотри, какой у меня топоряка огромный! Эээ, страшно, если попробовать ударить одну. Ааа, она мне бьёт! Они стрелами начинают нас обстреливать! Вы чё, дуры? В воде луки не очень хорошо работают! Кать! Да работают! Чё-то они как-то слишком быстро из тех, кто шикарно поёт, превратились в этих злых кошелок, которые пытаются нас спустить реально на какой-то анчёл сжареный! Кать! Ну всё, так валим отсюда, понятно уже, что это их деревья, я не против, чтобы мы здесь были. Ладно, реально, мы тогда просто вторглись в чужие владения, ещё и пытаемся здесь свои правила какие-то впихнуть, и ещё и пытаемся их убить. Ладно, украли они у меня вот эту алмазную броньку, ну и чёрт с вами! Сам виноват, сам виноват, да, то, что доверился какой-то пивуньи в деревне. Ещё и Маринка, Маринка даже меня не отговорила! Пошли! У меня тоже лук, знаете ли, есть, девчонки, я сейчас вам так вот это постреляю по бошкам, вам надо. Не попадаю, ну и ладно. Пошли, 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 пошли. Я-то думал до этого момента, то, что русалки, они-то они хорошие, такие красивые, милые, просто... Дорова, Маринка! Просто с этим с рыбьим хвостом, но чё-то оказалось не всё так просто, как я думал. Ну нафиг, короче, чё-то... Я боюсь, торчика очень поем. То феечки, то русалки, кто в следующей серии, мы чё, в мистический мир какой-то попали? Бог Майнкрафта! Походу реально, а всё начиналось с дракошей, вообще-то. Дракон, феечка, русалка. В следующей серии какой-то минотавр нафиг будет. Сплюнь, сплюнь. Фу! Маринка! Ну чё ты смотришь, иди тащи ещё один тортик! Давай-давай! И завари кофеечка, пожалуйста, после такого... И чаёчка, и чаёчка! После такого стресса надо отдохнуть. Да хватит уже там пуляться! У меня для тебя есть хорошая новость. Ну? Раз они у тебя спёрли, твою броньку. Ты, конечно, сам виноват, но я же добрая. Держи. Делай новую. Катя же в предыдущей серии от феечек 20 алмазов забабахала себе. Ну тогда я пойду себе ещё одну шмотку сделаю, вот эту. Давай. А где спасибо? Спасибо, Кать! Спасибо! На здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok